Добрый вечер! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным в студии Ирина Хану-Некрамбальская. От последнего предупреждения до конфискации суд Фрунденского района вынес постановление об изъятии автомобиля за повторное вождение под градусом. В столице это уже не первый подобный инцидент, однако сегодня погрузчика стоимостью более 500 миллионов рублей лишилась одной из минских предприятий. Водитель выехал на маршрут в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы задержали его на улице Каменногорская 4 декабря. В ходе проверки выяснилось, что водитель был лишен прав еще осенью. Сейчас нарушителю предстоит выплатить штраф, а за его действие будет отвечать предприятие. Хочу еще раз обратиться к водителям, напомнить им административную ответственность за управление состоянием алкогольного опьянения от 50 до 100 базовых увеличений с лишением права управления транспортными средствами. Ну а при повторном управлении в течение года в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена конфискация транспортных средств. Поэтому я думаю, что нужно трижды подумать перед тем, как употреблять алкогольные напитки и сесть потом за руль. Счастливый финал в горячем деле на улице Ташкентской, Ниагарский водопад в центре города и подарок для столичных лыжников. Интересные подробности этого дня не упустила наш дежурный по городу Анастасия Винчо. Ниагарский водопад в центре Минска. Уникальное природное явление можно увидеть в переулке Козлова. Эту сюрреалистическую фантасмагорию можно наблюдать возле дома номер 7. Замерзшие струи воды красиво переливаются и блестят на ярком солнце. Горожане то и дело фотографируются возле местной достопримечательности. Заметили вчера и фотографировались, выходили с работы очень красиво и радует глаз. Приятно посмотреть. Зимняя сказка получилась благодаря удачному синтезу некомпетентности рабочих и сильного мороза. Тут вырыта большая яма, на дне виднеются трубы, идет пар. Эта испаряющаяся вода и превратилась в причудливые сталактиты. Но скоро сказка закончится. В ближайшее время трубопровод отремонтируют. Кэпиент в горячем деле. Для жителей улицы Ташкентская температурная аномалия сменилась комфортным климатом. Дело с этой трубой закрыли после сюжета на нашем телеканале, который вышел накануне. Напомню, из подвала 22-го дома на улице Ташкентской пять дней подряд клубами валил пар. Причиной была поврежденная труба, из которой лилась горячая вода. А ремонт трубопровода затянулся из-за низкой температуры. В 11.30 мы вызвали городскую аварийную службу. Она приехала в 23.00. До часа мы производили сварочную работу. Мои специалисты, плюс старший мастер. Авария была устранена в час ночи. До двух часов ночи мы производили потом запуск жилого дома и развозку стояков. Радует, что жизнь жильцов наконец нормализовалась. Горе трубы починили, по прогнозам служить она будет еще долго. Теперь горожане не боятся горячего потопа. Все правильно, оперативно сделано. Все сделано. Приехали у 9, начало 10-го. И все до часа, все было сделано. У час уже все было сделано. Подарок для любителей активного отдыха. Эта лыжероллерная трасса подходит как серьезным спортсменам, так и новичкам. Сезон лыжных прогулок в Веснянке только открылся, но гладкая белоснежная трасса уже пользуется большой популярностью. Еще бы, снег хорошо укатан и уплотнен. Лыжня идеально выровнена. В день открытия на зимний пробег вышли десятки спортсменов и любителей. Прекрасная трасса, очень аккуратно сделана, выполнена. Работники, которые занимаются этим, они очень добросовестные. И действительно, можно отдохнуть на этой трассе, покататься. Сейчас длина лыжной тропы полтора километра, и это еще не предел. За ближайшую неделю трасса вырастет до пяти. Лыжники смогут кататься здесь и в темное время суток. Дорогу им будут освещать специальные фонари, установленные по краям лыжни. Начинают включать свет рано утром, скажем, с пяти или шести часов, честно скажу. Заканчиваются они в одиннадцать часов освещения. Ну и время работы трассы тоже в это время заканчивается. Пункты проката уже работают. Люди могут приезжать и брать лыжи на прокат и кататься. Ваши видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайте tv.buo и в разделе форум. Звоните по телефону горячей линии единица 600-700. И помните, нам важны подробности. Справедливые и беспристрастные семь судей, назначенных главой государства, сегодня приняли присягу. Право на подобное обещание верности закону, честности и добросовестности получают лучшие. Новоиспеченным судьям вручили все надлежащие атрибуты. Удостоверение, кодекс чести и мантию. Теперь служители закона могут вершить правосудие. Я, Харчук Анна Петровна, вступаю в должность судьи. Торжественно клянусь перед народом Республики Беларусь. Честный и добросовестный, исполняет свои обязанности, осуществляет правосудие. Подчиняется только Конституции Республики Беларусь. Быть беспристрастным, исправедливым, как великами долг судьи. Работа, ну, понятно, что сложная. Очень много ее будет. Но я думаю, что это все-таки осуществление мечты. И в основном это должно придать сил и помочь справиться с любыми объемами, с любой тяжестью работы. Какими качествами должен обладать судья? Ну, он должен быть справедливый в первую очередь, беспристрастный. Надеюсь, что эти все качества во мне присутствуют. И я оправдаю возложенное на меня доверие и президентом Республики Беларусь. И Верховным судом. Частный извоз в столице усилит борьбу с нелегальными таксистами. В Минске на треть по сравнению с прошлым годом увеличилось количество перевозчиков, которые уклоняются от налогов. Только за прошлый год инспекторы выявили более 70 самопровозглашенных извозчиков. 44 автомобиля арестовали. Еще 5 конфисковали. Есть решение судов о конфискации 5 автомобилей. Кроме того, мы 74 арестовали автомобили. Ну, из них, соответственно, 5 в доход государства. Работа на любой вкус. Сегодня в столице более 18 тысяч вакансий. В числе самых востребованных профессий – каменщик, штукатур, маляр, повар, швея и водитель. Спрос превышает предложения и в медицинской отрасли. В столичных больницах и поликлиниках дефицит врачей и медсестер. Востребован и неквалифицированный труд. Городу не хватает более тысячи дворников и уборщиков помещений. Температура на улице в минус, здоровье только в плюс. В сегодняшнем опросе наши корреспонденты узнали, какими активными видами зимнего спорта увлекаются минчане. Планируем провести время, катаясь на санках, на лыжах. Скорее всего, на следующей неделе поедем кататься на сноубордах с друзьями. В ближайшее время планирую покататься на лыжах. Погода хорошая. Каток тоже недавно только залили, а тогда на каток ходим. Просто прогулки, хорошо одевшись, утеплившись. За городом, на свежем воздухе. Какая бы ни была погода, я каждое утро иду на озеро и прохожу 5 километров. Каждое утро. И мне нравится это. Я получаю удовольствие. Я сегодня пойду кататься на санках с друзьями после уроков, после школы. Хотя я не очень умею кататься на коньках, но это мне нравится. Там с друзьями. Там получается такой адреналин для меня. Что касается зимнего вида спорта, то это лыжи. Можно с семьей, с друзьями. Это тот вид отдыха, который подходит всем. Новые городские подробности завтра в это же время в студии новостей, в которой всегда рядом работала Ирина Хануни-Крамбальская. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова